всем привет друзья мы уже не россия мы еще украина да скажите мы люди и у нас в отличие от россии еще есть свобода слова есть еще ну да осталось еще пока друзья продолжаем следить за слугой коломойского александром ткаченко его деструктивной деятельностью в этот раз поговорим о его законодательных творениях которые далее продвигают слуг полной узурпации власти в украине ограничение местного самоуправления отказе от децентрализации а также ограничение свободы слова криминальном преследовании журналистов и блокировки неугодных сайтов по сути о движении к тоталитарному полицейскому государству наподобие рэпи и так закона медиа как и зачем за власть намерена душить свободу слова в украине ответом на вопрос о том почему новоявленная власть так срочно вознамерилась взять к ногтю медиа очевиден за полгода за команда и фракция слуг народа не успев сделать ничего полезного для украины даже не создав хоть каплю жизнеспособной конструкции власти умудрилась вляпаться в огромное количество скандалов число которых растет как грибы после дождя информация об этом бурным потоком льется из всех медиа начиная от маститых печатных электронных изданий оканчивая размножающимися с огромной скоростью телеграм-каналами поэтому понятно желание закрыть рот всем и сразу понятно что огромное количество скандалов и зашкоров сильно бьет по рейтингу за власти который постепенно начал скатываться вниз а потому управляющий верхушки возникает желание перекрыть информационный поток показывающий их в неприглядном виде однако кроме цензуры и стремлений зажать свободу слова просматриваются более чем возможные попытки передела медиарынка под себя подобное предположение следует из персонального состава тех кто выступает за так называемое регулирование медиа эти персонажи имеющие в недалеком прошлом отношения к медиа принадлежащему коломойскому медиахолдингу один плюс один и так действующие лица и исполнители в начале о намерении порулить свободой слова в украине заявил глава комитета рады по гуманитарной политики александр ткаченко и примкнувший к нему никита патураев заместитель ткаченко по комитету вдаваться в подробную характеристику патураева не буду поскольку все интересующиеся очевидно обратили внимание на телодвижение и словоизвержение этого персонажа напомню только что на лицо явная патология в сочетании с политической проституцией поскольку этот персонаж успел поработать на целый ряд политиков и деятелей на кучму на забытое уже озимое поколение на батькевщину и тимошенко на фронт в мин яценюка с переходом в народный фронт на правительство регионов тегибко укроп коломойского а теперь работа на слухом народа однако куда более показательным в обсуждаемом аспекте является фигура александра ткаченко главного парламентского инициатора затыкания ртов сми и бывшего руководителя медиа империи коломойского студии один плюс один неоднозначность этого персонажа и медиа конторы коломойского в целом также неоднократно становились достоянием сми в виде скандалов например относительно своеобразной манеры общения коломойского со своими подчиненными включая ткаченко не внесенным декларацию недвижимость заповедной зоне города киева ткаченко рейдерство и уничтожение одесской киностудии ну и так далее весь этот бэкграунд можно было бы считать личным делом ткаченко патураева коломойского с его медиалавочкой если бы ткаченко и патураев не подались государственные деятели с прицелом поруководить медиа сферой в стране в должностях главы и замглавы комитета рады по гуманитарной политике кстати в нынешнем парламенте слуги народа данный комитет специально создали под ткаченко и совершенно необоснованно отдали ему регулирование медиа отобрал эти функции комитета по свободе слова и сми которые ранее всегда считался профильным а сейчас отдан по платформе его возглавляет шуфрич выяснять кто хуже коломойский или медведчуки я не буду я не хочу ковыряться в сортах говна но отмечу что комитет гуманитарной политики должен заниматься не только и даже не столько медиа поскольку предполагает целый ряд серьезнейших вопросов например культуру которая в украине хронические недофинансируются и просто деградирует но ткаченко с патураевом на это похоже глубоко наплевать они ухватились за медиа преследуя шкурно политические интересы свои и своих хозяев в средине ноября ткаченко и патураев представили так называемую концепцию регулирования медиа сферы с целью обновить существующие устаревшие законодательства регулирующая работу традиционных сми медиа платформ и провайдером новации планируется ввести в будущий закон медиа который наверняка попытаются протянуть в раду своим турбо режимом частности предлагается сделать обязательным раскрытие местонахождение собственников бенефициаров источники финансирования всех сми включая интернет-издания также предлагается введение ограничений на владение медиа в объеме 35 процентов для аудио визуальных сми 5 процентов для печатных целью предотвращения монополизации особое внимание следует обратить на предложение ввести санкции против неприбыльных сми такие закидоны выглядят особенно цинично в исполнении бывшего руководителя студии один плюс один которую щедро финансирует коломойский не менее показательным является предложение по регулированию интернет-изданий и даже соцсетей которые в настоящий момент являются рассадником свободы слова поскольку формально свободны от влияния олигархов предлагается также ввести уголовную ответственность за вмешательство в работу журналиста или его подкуп с целью распространения недостоверной информации пока слуги коломойского предлагали концепцию контролирующая фирма из министерства культуры молодежи и спорта которая также непонятно с какого перепугу теперь регулирует еще и сми тоже не спала а замахнулась сразу на некий проект закона министр культуры молодежи и спорта владимир бородянский после окончания экономического факультета работал на коммерческих должностях в украинских медиа структурах альфа банка имеющего российское происхождение этот эпизод в биографии бородянского показывают истинную цену его нынешнего патриотизма и пламенных призвал к борьбе с российской информационной агрессией с 2004 года бородянский работал день директором канала стб который связывают с пинчуком контент этого канала рассчитаны мягко говоря на недалекую публику все эти следствия экстрасенсов хаты на тата и прочие зважене то счастливе построены на постановочных манипуляциях и фальсификациях а потому священная война с фальсификациями и так называемыми фейками которую объявляет бородянский также также является цинизмом чистой воды с 2012 года бородянский возглавлял медиахолдинг пинчука star light media куда кроме стб ходят также айси тиви новый канал и другие активы 2018 году он ушел от пинчука и присоединился команде зеленского таким образом мало того что бородянский кстати как и ткаченко всю жизнь обслуживал интересы больших денег российских или отечественно олигархических то есть свободной журналистики никакого отношения не имел зато имел по данным сми несколько миллионов евро в зарубежном банке но ведь он вообще никогда не занимался журналистикой собственно творческой работой в отличие от каченко который когда-то журналистом был пока не ушел коломойскому вопрос кто такой бородянский чтобы давать указания журналистам имеющим сотни даже тысячи публикаций и ни от кого не зависящим а потому не имеющих миллионов указания на тему о том как и о чем писать и снимать телевидео и прочие сюжеты еще одним автором министерской концепции регулирования медиа является замминистра анатолий максимчук который также ранее работал на стб вместе с владимиром бородянским министерство правды рулит и вот бородянский с указанным максимчуком в ноябре презентовали свои наброски к медийному закону который согласно соответствующему указу зеленского должен был быть принят до нового года что называется в турборежиме видимо в стране нет других проблем как контроль интернет-изданиями и блогерами а точнее зеленские видимо настолько сильно страдают от уколов медиа что решили пойти на меры от которых воздержались кучма янукович хотя у последних власть была скажем так намного устойчивее и прочнее а бородянский со своим ведомством похоже возомнил себя министерством правды как у аруэлла ну или как гиббельс у гитлера наверное плохо учили историю и не знают как гиббельс окончил основные моменты концепции министерства суть следующая борьба так называемыми фейками и дезинформации а кто и по какому признаку будет выносить решение о том что есть дезинформация и какова ее систематичность бородянский с максик чуком или ткаченко с потураевым которые долгие годы хором кормились у корыта олигархов разворовывавших страну и ослабивших ее настолько что путин решился на агрессию утверждение о том что так называемая элита украины включая хозяев бородянского потураева ткаченко максимчука разграбила страну и открыла дорогу московской агрессии есть дезинформация или это правда с которой согласится любой нормальный гражданин страны но никак не бородянский потураев ткаченко максимчук которые помогали коломойскому ему подобным довести страну до такого состояния однако указанные индивиды на этот вопрос отвечать не станут в качестве примера дезы приводят известные испражнения московских пропагандонов о распятых мальчиках донбасса правда к ответственности за информацию предлагается привлекать только после соответствующего решения суда но хорошо известны какие у нас суды у нас уже есть пример блокирование через суд про украинской блогерской платформы enigma по заказу коррумпированных силовиков в исполнении продажного судьи печерского суда вовка еще одним приколом который предлагается министерством является введение должности омутсмена по вопросам информации если кто-то думает что на должностное лицо будет защищать журналистов то он глубоко ошибается наоборот инфомутсмен будет искать дезинформацию обращаться в суд целью запрета более того распространение дезы будет криминализировано то есть станет уголовным деянием за которое можно будет получить реальный срок при этом повторю что такое дезинформация пока еще неизвестно к тому же экспертизу инфы на предмет дезы амутсмен ресурсы которого ограничены будет проводить при помощи неких факт чекинговых организаций которые станут присваивать новостям некий индекс достоверности есть версия что это будут конторы грантаедских лавочек с весьма и весьма сомнительной репутацией эти же конторы будут устанавливать некие правила стандарты журнализма словом такие себе очередные активисты хун вейбины юные друзья милиции комсомольцы 20 20-х годов но за хорошие деньги еще одной инновацией является создание некой самоуправляющейся организации журналистов которые тем не менее будут контролировать и финансировать государство эта контора также будет устанавливать для журналистов некие стандарты и правила разрабатывать критерии достоверности информации а главное будут решать кто является журналистом а кто нет эту давнюю мечту отечественной правящей верхушки пытались реализовать еще при януковичи за власть решила довести этот вред до логического завершения кроме того сочинители очередных правил журнализма в который раз завели старую песню на тему обязательного отделения фактов отсуждений и мнений не вступая в идиотическую полемику на тему высосанных из пальца правил отметим только одно таченко бородянский и прочее мягко говоря не является авторитетами чтобы составлять правила о том что и как писать также предлагается тотальная регистрация всех без исключения медиа очевидно речь идет о интернет изданиях поскольку печатные издания а также радиостанции телеканалы уже давно лицензируются и регистрируются таким образом интернет который до сих пор оставался пристанище независимой журналистики пытаются поставить в рамки для того чтобы независимую журналистику просто уничтожить едва ли не самой главной инновацией является ответственность за умышленное систематическое распространение дезинформации по заказу третьих лиц с доказанным нанесением ущерба предлагается также уголовное преследование за вмешательство в работу медиа и журналистов а также их подкуп фактически речь идет о криминализации так называемой джинсы вот только в рамках такой установки начать следовало бы с медиаресурсов пинчука и коломойского в которых работали указанные выше персонажей сухом остатке получаем такой себе специализированный административно-уголовный кодекс для медиа что само по себе является бредом сумасшедшего ведь гражданские уголовные кодексы содержат все необходимое регулирование медиа нормы есть статьи за разжигание межнациональной розни за призывы к нарушению целостности государства о защите чести и достоинства моральном ущербе проще говоря работа сми уже и так отрегулирована действующим законодательством и никакого дополнительного регулирования не требует иными словами все то что сочиняет ткаченко бородянский и прочее из филькина грамота пятое колесо в телеге или на верби груши еще одна бредовая инициатива касается того чтобы блогеров приравнять к сми и вести их регистрацию в зависимости от числа подписчиков кстати что-то подобное сделано в россии у путина причина нововведения понятно блогерам доверяют гораздо больше чем журналистам пишущим за деньги и по заказу мнение блогера интересно как раз потому что оно личное и подразумевают то что оно не куплено и не за деньги бабушки бени опять был поднят вопрос о финансировании сми парламентском комитете считают что доход от рекламы и или подписки должны быть не менее чем финансирование со стороны собственника чтобы обеспечить независимость сми речь идет вроде бы даже об утверждении бизнес-плана сми в надсовете интересно это он серьезно и какие тогда соотношения дохода и финансирования со стороны собственников компании один плюс один общественность очень хочет знать из хотя бы даже интереса очевидно что реакция медийщиков и журналистов на большинство подобных новаций является резко отрицательной кстати это не первое наступление на свободу слова слух несколько недель назад одна из них заявила что оскорбление президента страны это наступление на суверенитет государства экс-журналист и действующая народный депутат от слух народа ольга василевская смоглюк заявила что украине пора приглушать свободу слова украина